Всем здравствуйте, продолжаем проходить мод на сталкер Тин Чернобыля под названием вариант побега. Я уже постарел за время этого прохождения, начал его тогда, когда мне было 22 года, сейчас мне 23, ой, то есть 13, 13, мне исполнилось 13 лет, да, я ребёнок, вот, но я думаю по поведению заметно. В общем, да, продолжаем, мы в режим лесу, у лесника были, и сейчас он нас послал мудохать бандитов каких-то в тоннеле, чем мы сейчас, собственно, и займёмся. Шахта, благо, тут рядом, сейчас мы зайдём, поздороваемся с ними. Так, ну правда в контактах, а, вот, это есть, Колян Жердяй, Колян Жердяй, это Коля из Бродхеров? Так, с днём рождения, нахуй, ловите подарки. Блин, у меня на поясе патроны кончились, оказывается. Так, ладно, бахнем, чё-то я бахнул, аптечку я, по-моему, бахнул. Эх, болванчики выходят, чисто сливаются. Ладно, я только хотел спросить, есть ли ещё кто-то, и открыть контакты, и тут просто вылетает мужик. И прописывает мне с одной пули. Unlock. Они с одной пульки, кстати, кладутся. Не знаю, зачем я прям очередь в них даю. Можно, по идее, одиночный режим поставить и просто с него пукать. Он кайфанул со своей смерти. Куда, куда лезем, ребята? Так, перезаряжусь на всякий. Чё, ну кто-то ещё есть, остался Павлухожлоб. А, за клеткой там вообще какой-то, за решёткой. Так, бинтик. Ну и погнали обыскивать. Посмотрим, есть ли что-то у кого-то, что мне нужно. Мужичок машет, типа, зрителям. Хе-хей, привет. Я тоже смотрю прохождение. Так, мы здесь вообще за медикаментами, но пока что я никаких медикаментов не вижу. И как вот этот мужик оказался вон там, я не знаю. Прикиньте, если у него медикаменты. Вор, Жака будет. Но, наверное, они где-то тут просто лежат, я так думаю. Да? Или нет? Пока ничего не вижу. Ладно, гос, спустимся вниз. Я не верю, что у того чела медикаменты за решёткой. Но если это так, то это полная ржомба. Возможно, они здесь внизу спрятаны. В туалете. Но нет, слушайте. Хе-хе-хе. Неужели они реально у того чела? Подожди. Сейчас шкаф ещё вскроем. Ой-ой-ой. Нифига себе прикол вылетел. Куча приколов. Куча полтергейстов каких-то. А ну стоять. Не надо мне тут сейчас ящиками разбрасываться. Сука, быстрее догнать. Пока он делов не натворил. Забавно, слушайте. Открываешь шкаф, а там чисто полторы вылетают. Но нет, в шкафу ничего нет. Да неужели оно у того чела, который за решёткой? Не, я, конечно, перенесусь туда сейчас с демо-рекордом. А если не переносясь, то как я вообще должен туда попасть? Ворота же заблокированы. А, ну ладно. Старый добрый... Нет, не у него. Старый добрый выстрел в замок всегда спасает. Так, может как раз-таки где-то в этих пещерах у меня нет идей, где ещё мог быть медикаменты. Куда они могли их затащить, если на трупах я их не обнаружил. Так, тут ничего нет, окей. Можно в дыру слазить, может там будут. Типа вот здесь. Хотя тоже верится с трудом. Тут ещё и разделения всякие имеются. Так, ну здесь тупик. Так, направо-налево, давай налево сначала сходим. О, тут мини-склад, тут ящик, и вот они медикаменты. Охренеть, они их запрятали. Челы вы. Всё, вернуться к болотному доктору. То есть даже к леснику заглядывать не надо, я так понимаю. О, телепорт, давайте. Почему бы и нет? Так, меня телепортировало. И, ну, вроде я недалеко от хаты болотного доктора. Вон она. Думаю, добежим без проблем. Хотя можно было, конечно, и поближе телепортировать. Чё, жалко, да? Ну ладно, это шутка. А, подожди. Ты дебил, я не... Ха-ха-ха, я не туда пришёл. Вот она, хатка-то. Чё, живой ещё? Вроде живой. Я принёс медикаменты доктора. Надеюсь, не опоздал. Вы как раз вовремя, и теперь он обязательно поправится. Желаю ему удачи. А я пошёл к Корсаку. Он обещал дать проводника на пустые земли. Ну, теперь обратно на тот хутор. Я пришёл. Так, чё, он в доме же, да? Привет, Корсак. Есть хорошие новости. Да, я принёс вашему раненому медикаменты, и теперь с ним будет всё в порядке. Как там насчёт проводника? Да я тебе за нашего парня всё готов отдать. Не то, что проводника. Я понимаю, но давай ограничимся проводником. Во дворе находится Витя Свист. Он проводит тебя до перехода на пустые земли. И возьми ещё пару патронов на дорожку. Пару, блин, просто патронов. Пригодятся. Вот за патрончиками спасибо. Не, ну за такие, конечно... Ну, спасибо, но такое, знаете, спасибо наполовину. Они мне не то, чтобы нужны. Так, во дворе Витя Свист. Ты Витя Свист? О, сразу угадал. Привет, Свист. Корсак сказал, что ты проведёшь меня к пароходу в пустые земли. Идём. Только от меня не отставать, ждать не буду. И оружие держи на готове. Всё понятно, идём. Ну, погнали, прогуляемся. О, конечно же, надо пострелять каб... Дебил. Кабанов. Он их загрел, а сам убежал. Гений. Гигант мысли. Всё, с кабанами я разобрался. Ты где? Куда убежал? А, вот ты где. Всё, давай, веди дальше. Так, на нас напали снорки. И это, кстати, мне на руку. Мне нужны лапы снорков, потому что десятка у меня так и не набралось. О, ой. Нихера себе они мне втащили. Их ещё в траве, это не видно нифига. Трава, на самом деле, намного выше, чем кажется изначально. Так, он подошёл к какой-то трубе и тупо встал. Так, мы пришли. Ныряй по трубе, пройдёшь немного дальше, и там будет переход. Ну, ни пуха тебе, ни пера. К чёрту, прощай. Знаете, если без контекста, то выглядит так, будто просто типа... К чёрту, прощай, пошёл ты в баню. Так, переход в пустые земли. Не так же она называлась, правильно? Ну, не важно. Главная метка есть. Всё, через трубы перелазим. Под трубами, точнее. И чё, бежать вперёд просто? Я сейчас так за локацию выйду. А, всё, да, окей. Странный какой-то переход. Мне кажется, надо было под самими трубами сделать. Так, где я? Кто я? Переход на мёртвые топи. Мёртвые жопи. Так, и чё у нас тут? Нас встречали собаки вроде бы? Или нет? Или аж физик мне показалось походу? А, нет. Две пси-собаки. Так, стопы, кстати, я добыл. Да, 11 штук у меня имеется. Отлично. Ну и чё нам делать на топях? Ой, на топях, на пустых землях этих самых. Ничего? Я сюда по приколу пришёл, типа? Типа через пустые земли выйти на свалку? И всё? Ну, слушайте, по идее, тут хатка есть. Можно до неё прогуляться. Может, там кто-то или что-то имеется. Просто честно, я чуть-чуть подзабыл, потому что что-то последние два дня тяжёлые были. А, очень странный мужик в избушке. Вот, наверное, к нему надо сходить. Но так, по идее, это просто проходная локация, я же правильно понимаю? Ну, к мужику зайдём, поглядим. Чё за мужик такой? На мутанта ещё, похоже, говорят. Добрался я до избушки и вижу какой-то блайнд. Кровосос. Это замаскированный лютый похититель на свая, по-любому. Привет. Он ещё отвернулся, ты гад? Ну, привет. Эй, какой ты страшный. Ну-ка, повернись на меня. Ёпту-мопту. Ну, ты мужик, конечно, даёшь. Охренеть. Привет, меня зовут Кайдан, я тут по делу. Надо найти артефакт Джокера. А, ну, кстати, слушайте, да, я про Джокер совсем забыл. Мы тут не зря всё-таки. У меня на него заказ. Можешь подсказать, где его отыскать? А я блайнд. Хороший у тебя аппетит, парень. Этот артефакт видели единицы, а из тех, кто видел, половина уже на том свете. Ладно, раз уж ты спросил, я помогу тебе его достать. Но сначала ты добудешь до меня 10 стоп-снорков. Мне плевать, где ты их найдёшь и сколько тебе потребуется времени, но чем раньше, тем лучше. Это моё условие. Братан, я предусмотрел этот случай, так что вот тебе, я достал стоп-снорков получен. Точнее, не я, а комментаторы, за что им спасибо. Превосходно. Теперь я хочу услышать от тебя, где можно найти Джокер. Слушай меня внимательный, сталкер. Этот артефакт рождает одна из самых смертоносных аномалий в зоне. Чёрный ангел. При появлении этой аномалии надо бежать от неё подальше. Неподалёку отсюда находится поле артефактов. И там, в низине, недавно появлялся Чёрный ангел. И, судя по всему, уже оставил после себя урожай. Можешь наведаться туда и проверить. Место на карте о тебе отмечу. Спасибо за помощь, бывай. Легенду. Ага. Круто. Класс. Всё. На паузе, кто захотел, тот прочитал. Так, метку действительно нам поставил. Вот она, поле артефактов. У меня теперь, кстати, после ОЛРа привычка именно карту отдельно открывать. А не, как обычно, я раньше П нажимал, да? И вот тут с заданиями сразу. Не знаю, хорошая это привычка или нет, но как есть. Какие-то сраные тушканы за мной увязались. Что, с днём рождения хотите поздравить? Я не хочу принимать от вас поздравления. Они болезненные. Итак, вот оно. То самое поле артефактов. Ну и давайте посмотрим, что мы тут найдём. Да и найдём ли вообще что-то. Кроме своей смерти. Так, детектор уже начинает пиликать. Правда, непонятно где что. Походу где-то... Ёб твою мать. А ты мне костюм не убила в ноль? Блять, убила. Не повезло. Полное невезение. Ладно, будем поаккуратнее. Наверное, не обещаю. Аккуратность и я это совершенно противоположные понятия. Так, где-то прямо в упор к артефакту я практически. О, Джокер. Всё, отлично. Давайте посмотрим на него. Радиация плюс 10, тяжок плюс 5, удар плюс 5, электрошок плюс 5, элепатия плюс 50, химожок плюс 5, плюс 6 плюс 5. Слушайте, я пока же все повешаю, почему бы и нет. О, он ещё и типа 12 килограмм переносимого веса даёт. Может, тогда майор в жопу пойдёт? Чё думаете? Так, интересно. А я с этой локации смогу на свалку перейти? Ща проверим. Ну, если чё, я так и так окажусь на свалке. Я вам просто сообщу, есть там переход или нет. Ну ёбаный... Ну что ж, мои господа, я могу вас поздравить, у меня крашнулся сейф. Так что я переиграл. Вот. Так, во-первых, переход всё-таки есть, поэтому здесь мы ставим метку переход на свалку. И где-то здесь, наверное, переход на пустые земли. Можете не писать, кстати, про зарю и три аптечки на чердаке этого мужика. Я про них вспомнил, когда переигрывал. Это стандартный тайник, который, видимо, идёт вместе с этой локацией. Я забрал оттуда только три аптечки, заря мне не нужна. А вот, что мы делаем? Сигнал СОС. Это из оригинала ещё. Мы на блокпосте Долга. О, тут Шульга, подожди. Так, ну, во-первых, тут есть традиционный прапор. Во-вторых, тут Шульга, реально, здорово. Командир, пропусти меня, мне очень надо попасть в бар. В бар, говоришь? Откуда путь держишь? Я иду с самого Восточного каньона, ищу человека, пропавшего в зоне. Заходил на Янтарь. После в Мёртвой Топе пришлось заглянуть. Потом прошёл Пустые земли, и вот я здесь. Понятно. А на станцию Янов заходил? Конечно. До той зачистки командовал отрядом Долга в окрестностях Юпитера. Теперь вот здесь, охраняя блокпост. А я Кайдан. Мне поручено найти живым или мёртвым Шептилова Александра, пропавшего в зоне около года назад. А Сахаров Санитаря может мне в этом деле помочь. И я, пожалуй, разрешу тебе пройти. Но за это ты на обратном пути передашь от меня привет Азоту. Технику на Янове? Да, ему. Ну как, идёт? Обязательно? Хм, ну вот так вот. На лишний квест напоролись. Хорошо, что я зашёл, кстати, сюда. Точнее, заходить я не хотел. Хорошо, что я контакты нажал. Вот так вот, скажем. Но в баре мы уже были. Немножечко не тот маршрут Кайдан передал Шульге. Но ничего. Сейчас наш путь лежит на кордон к Сидоровичу. Нужно передать посылку от бармена. Поэтому идём. Может, надо позаглянуть. Может, там кто-то будет интересный. Через контакты глянем. Если нет, то прямиком к Сидору. Ну там, походу, традиционная война с бандитами. И воюют совершенно обычные сталкеры. Ну, не будем вмешиваться. Пусть они там петушатся дальше. Ха, смотрите. У Беса тут и не у Меха. И сам Бес, собственно, на стояночке. Ну, Бес вообще ничего не говорит. Базаре с ним нет смысла. А, не у Меха сейчас пойдёт от бандитов. Сдохнет, потому что бандитов я там не убивал. Пусть сам убивает. Ну, между делом, я уже почти добрался до перехода на кордон. Его-то, я думаю, помечать смысла нет. Это очевидно. Переходим. Так, я на кордоне. Ого, что за бибика? Я думал, в неё сесть можно. Привет, ребят. А кого ждём? Вы не с той стороны ждёте, как говорится. Блин, а, ну, подпробили. Тут ещё кто-то стреляется. Данила посол. Или посол. Или посос, не знаю. Чё, мужики, пропустите? Я тут в аномалии ужалился немного. Дальше идти нельзя, сталкер. Почему? Внутрь, значит, можно, обратно нельзя. Завалить бы вас всех за такие правила. А не боишься мозги здесь свои оставить на асфальте за такие слова? Ты смотри, мы ребята нервные. Лучше не пробуй с Айсом пробежать. Ладно, может договоримся? Я тебе деньжат отвалю, и вы сделаете вид, что меня не видели? Ладно, вали быстрее, обзор не загораживай. Дару, 500 денег. Дару. Чё, такое-то зло здесь, кузнецов? Пипец, мне не нравится. Ну чё, я добежал до деревни. Кайфуем. Чё у нас тут кто? Фанат. Чей фанат-то? Привет. Какая? И тебе привет. Ищешь кого? Да, где-то у вас тот торговец должен быть. Сидорович им зовут? Ага, есть такой. Наш Сидорович торгаш. Что надо? Всё, что хочешь, достанет. Пройдёшь дальше, и там правее его бункер будет. Спасибо за информацию, я к нему. Кто будешь, сталкер? Кайдан, я принёс тебе посылочку от бармена. Неплохо. Как раз то, что надо. И что ты хочешь за доставку? Хочу подробнее узнать о болотах. Всего-то? Ну ладно, слушай. Болоты когда-то были полноценным водоёмом, в котором в изобилии водилась рыба, а значит и рыбацкие артели существовали на его берегах. После Чернобыльской аварии, водоём превратился в болотистую местность с заброшенными хуторами, обилием аномалий и мутантов. Ну а сталкеры там имеются? Сейчас сталкеры не очень стремятся в те места. Почему? Чуть более года назад на болотах располагались две группировки, Чистое Небо и Ренегаты. Я уже кое-что слышал про них, что они себя представляли. Чистое Небо это своего рода военизированный научный отряд и занимался изучением зоны. Ну а Ренегаты организованная бандитская группировка. Так вот, незадолго до второго большого выброса, Чисто Небовцам удалось очень сильно потеснить ренегатов и взять территорию болот под свой контроль. Руководил ими Лебедев, очень толковый мужик был. И вдруг он с большей частью отряда рванул к центру зоны. До сих пор толком неизвестно, нахрена он это сделал. А вскоре очень большой выброс произошел. С тех пор о Лебедеве и его отряде ничего не слышно, как воду канули. Сидрич, ты сказал, что Лебедев пошел к центру зоны с большей частью отряда. Значит, на болотах остался кто-то из Чистого Неба? Остался, но это жалкие остатки от прежней группировки. В настоящее время они почти безвылазно сидят на своей базе и не предпринимают никаких активных действий. А Ренегаты тем временем вернули болото под свой контроль. Где находится база Чистого Неба? Точное местонахождение неизвестно. Знаю только, что где-то в юго-западной части болот. Кайдана, зачем тебе болоты понадобились? Я нахожусь в зоне по заданию сыскного агентства. Имя мое Александр и я ищу человека, который пропал в зоне около года назад. Его следы ведут на болото. Так ты тот самый, о каком в сети сообщали и помогать просили. Надеюсь, что мой рассказ тебе помог. Конечно помог. Нет. Теперь я хоть знаю, что меня ждет. Еще один вопрос. Где лучше всего перейти на болото? Как от меня выйдешь, повернешь направо и иди вдоль колючка. Спасибо тебе, Сидорович. Приятно было познакомиться. Мне надо идти. А на обратном пути, может, еще загляну к тебе. Пока. Слухи. Ага. Ты же с вами какими дружишь. Значит, ты заказы делаешь, чтобы ассортимент не истощался. Подгонишь снарягу? Ага. Можно у него что-то заказать. Скат, берил, абакан, беретта, ОЦ-33. Говно. Так. Что это такое? Батарейки? Ого. Для детекторов. А он у меня разрядился. Как это понять? Не знаю. Ладно. Так. Что мне у тебя купить? Да, в принципе, нечего. Продавать я тебе тоже ничего не хочу. Хотя, разве что, вот эти патроны тебе засуну. Ну, и можно КПКшники. КПКшники. Фух. Подожди. Мне кажется, он лучше всех КПКшники скупает. 1500 за штуку. Детекторы держи. Ну, детекторы ты по херне, конечно, скупил. Гранаты держи. Мне столько не надо. Ну, и все. Давай, ББ. Так. Что ж. На болото сейчас пойдем, получается, да? Вдоль колючки. Подожди. Как он сказал? Направо или налево? Как... Так, подожди. Как от меня выйдешь, повернешь направо. А, ну вот все. Я повернул направо и иду вдоль колючки. Все правильно. Просто вдруг переход, типа, сюда перенесли. Кто его знает. Ну, наверное, стандартный вот этот тоннель переходом является, да? Если он тут, конечно, есть. Что-то, ребят, я уже, бля, на военный блокпост прибежал. А перехода все нет и нет. Да. А, ну вон, кстати, этот тоннель. А к нему можно как-то пройти? А, вот. Тут решетки не было. Капец, я осел. Так, что? Ну, а, наметку не будем ставить. Переход, в принципе, очевидный. И чисто на чистое небо похож. Так что мы все знаем, как говорится. Так, вышли мы через этот тоннель. И вот он, переход. Переходим. Задание выполнено. Добраться до болот. Узнать судьбу чистого неба. Что нам тут еще нужно? Тайник с оружием найти. Ну и, по идее, все. Так, а что? Мы тут вообще хоть кого-то встретим? Кто нас там направит? Или еще что-то? Или квест какой-то даст, не? Пока что тут какие-то сратые ренегаты. Какие-то бомжи. Какую гранату? Ёб твою мать. Ты дебил. Тебя по-другому назвать невозможно. Ай-яй-яй. И эти бомжи меня сейчас будут, на самом деле, неплохо так кошмарить. Потому что дробовики здесь очень много урона наносят. Что, все? Еще кто-то есть. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Куда ты со своей пукалкой-то, а? Все, готов. Фимка бывала, 6 рублей. Блин, да с них даже деньги не падают толком. Или это мне просто так повезло? 84. 32. Реально? До этого сотни со всех падали, а с этих вообще ни хера не падает. Ну, в принципе, логично. Хотя нет, вот 400 рублей упало. 300 сетей. Ладно, беру свои слова назад. Видимо, мне просто не повезло. Так, ну мы-то с вами знаем, где база чистого неба. Поэтому будем стремиться в сторону нее. Наверное, это логично. Может, по пути встретим кого-то... О, все, колбаса протухла. Может, по пути встретим кого-то дружественного. Но нет. Пока что здесь одни ренегаты. Какой гостинчик, блядь. Он дает мне гранаты под ногами спавнить. Черки. Последний остался наверху, который... Бам. Все. Нет его больше. Так, там кто на вышке? Тоже ренегатовцы. Да что ж такое-то? Рыбацкий хутор-то, я надеюсь, будет под контролем. Хотя нет. Скорее всего, нет. Сам спросил, сам ответил. Минус четыре уже. Четыре тычки, четыре трупа. Все, точка зачищена. Ёб твою медь, мне плохо. Гришка партизан, три рубля. Мне интересно, кто поставит рекорд по... Самому дерьмовому капиталу, который из него выпадет. Два рубля будет когда-нибудь? Два рубля, это так-то немало. А, да. Слушайте, рыбацкий хутор под... Чисто небовцами, хоть что-то. Вот это да. Давненько к нам через болото никто не прорывался. Ты как, мужик, цел? Да цел вроде. Ну и каким ветром тебя сюда занесло? А вас ищу, вернее базу чистого неба. Можешь подсказать, как на нее пройти? Эй, тебе надо к проводнику обратиться. Он возле костра сидит, спасибо. Привет, мне надо пройти на вашу базу. А тебе зачем? Наша база засекречена, никого попало на нее не пускают. Дело у меня важное, мне очень надо с вашим руководством переговорить. Ну, в качестве исключения я могу провести тебя на базу, но с завязанными глазами. Согласен? Конечно, пошли. Ага, аж целый переход, блин. Так, ну мы все еще на болотах. Странно, почему загрузка вообще была, типа, как один лилоки, ну ладно. Ну, какие-то ребята есть, давайте знакомиться потихонечку. Холод. О, у меня новый посетитель. Здравствуйте, бармен. И тебе не знакомец, чистого неба над головой. Меня зовут Кайдан. А я холод, будем знакомы. Значит, это и есть таинственная база загадочной группировки Чистое Небо? Верно. Мы состоим в этой группировке, и это наша база. Я слышал много интересного о вас и вашей деятельности, вот решил лично познакомиться с Чистым Небом. Как вам тут живется на отшибе? Живем, хлеб не часто жуем. Сейчас, конечно, нам труднее приходится, чем было год назад. Тогда в Чистом Небе было гораздо больше людей и веселее было, но ничего, мы держимся. Интересно, Кайдан, кто это тебе про нас рассказал? Сидорич на картоне поделился, и еще Новиков. Новиков? Не может быть. Ты где его видел? В окрестностях Юпитера, работать на ученых механиками торговлю небольшую ведет. Он и попросил меня разузнать о Чистом Небе. А сам-то откуда пришел? С другого конца зоны, с Восточного каньона. Что-то далековато ты шел для простого знакомства. Верно, не только ради этого. Дело в том, что я разыскиваю одного человека, который примерно год назад пропал в зоне при загадочных обстоятельствах. Его следы привели меня на болото. А кто он такой, этот пропавший? Чем занимался в зоне? Проводником он был. Водил научные экспедиции по зоне. Он как раз повел очередную партию на болото, когда произошел сильный выброс. С тех пор нет известий ни о нем, ни о научной экспедиции. Вот и я пришел сюда, чтобы хоть что-то узнать о том, что произошло на болото год назад. Да, год назад здесь произошло одно, можно сказать, фантастическое событие. Наши ребята, как раз после сильного выброса, нашли в северной части болот сталкера, который был живой, но без сознания. Они принесли к нам на базу. А наш профессор Каланча обследовал его и пришел к выводу, что тот практически не пострадал от выброса. Что в принципе невозможно. Холод, взгляни на фото в МПДА. Этот человек случайно не похож на того сталкера? Шутишь, Кайдан? Узнать человека по этой фотографии, который прожил длительное время в зоне, да еще и выброс пережил, просто нереально. Ну тогда расскажи подробнее об этом сталкере. Кстати, в комментариях высказали предположение, что возможно мы ищем шрама и что-то, кстати, похоже на это, не знаю. Тебе лучше поговорить с профессором Каланчой, который его обследовал. К тому же Каланча сейчас возглавляет чистое небо. Найти его можно в лаборатории. Разворачивайся и шагай прямо от меня. Он должен быть там. Понятно, спасибо за информацию. О, аптечка халявная валяется просто так. Так, делаем сейф на всякий случай. Здравствуйте, вы ко мне? Если вы профессор Каланча, то к вам. Да, моя фамилия Каланча. А вы кто будете? Меня зовут Кайдан. Я частный сыскной агент и в данный момент занимаюсь поиском человека, работавшего в зоне проводником. Он пропал год назад после сильного выброса. Я уже поговорил с холодом и похоже, что это тот самый сталкер, которого нашли ваши ребята. А вы после его осмотра определились, что он не особо пострадал от выброса. Был такой сталкер? Как раз год назад. Но почему вы уверены, что это именно тот, кого вы ищете? Много чего говорит об этом. А еще есть фотография в ПДА. Посмотрите, узнаете его? Вот что мы с вами сделаем, Кайдан. Здесь, на втором этаже, находится наша санчасть. И среди прочего оборудования, там есть компьютер с очень интересной программой. Если загрузить в него фото человека, то программа визуально показывает, какие физические изменения происходят с лицом этого человека от воздействия различных факторов за определенный период времени. Идите со мной. Посмотрим, что у нас получится. Посмотрим. Интересненько, ребят. Походу, реально шрама ищем. А может, это такой сюжетный поворот будет, то, что вот мы всю игру думаем шрам-шрам-шрам-шрам, а потом бац, и это не шрам. Так, ну что тут? Стоит в компьютер, смотрит. Говорить я с ним пока не могу. Ладно, ждем. Легендарная комнатка, да? Боссанный матрас. Ё-моё, шрам его тут обдристал, что-то. Какой ужас. Ой, я забыл то, что тут ножом лучше не бить. Там все сразу стригерились. Так, ну и чё? Хороший отсюда видок. Ну, не считая, конечно, вот этой вот гулой земли за локацией. А так, в принципе, неплохо, да. О, чё там? Вы оказались правы. Найденный нами сталкер и человек с фотографией, это одно и то же лицо. Ёп твою мать, мы все-таки шрама ищем. Только измененной до неузнаваемости. Это шрам. Вот только шрама на лице у него нет. Видимо, он получил его уже в зоне. Шрам – это его прозвище? Да, так он нам представился. А как его настоящее имя? Шептилов Александр Егорович. Он поругался с отцом и ушел из дома. Долго не давал о себе знать. Но чуть более года назад прислал себе весточку, что работает в зоне отчуждения проводником у ученых и скоро вернется домой. Потом снова никаких известий от него. Прошел год, и его отец нанял наше сыскное агентство для его поиска. И вот я здесь. Вы надеетесь найти его живым? Это очень маловероятно. Он дважды попал под выброс и выжил. Факт, не поддающийся объяснению. Сразу после выброса у него скачкообразно изменились некоторые параметры организма. Моторика, скорость реакции, выносливость. Выброс словно подпитывал его энергией. Но подобный подъем длился весьма недолго. А потом самочувствие резко ухудшалось. А главное, выбросы разрушали его нервную систему. Я делал все, чтобы ослабить негативное воздействие выбросов на его организм. Лебедев, который возглавлял нашу группу в то время, решил использовать шрама для решения одной проблемы. Он послал его первым, чтобы остановить людей, которые хотели проникнуть в самый центр зоны. А зона защищалась от этого проникновения, производя выбросы. Вот Лебедев и решил, что если остановить этих людей, то и выбросы прекратятся. И еще одна важная деталь. Вы сказали, что он был проводником, но это не совсем так. Он был одним из наемников. Возможно, если он остался жив, его надо искать в рядах этой группировки. Это существенно меняет дело. Значит, я должен искать именно наемника шрама. Ладно, разберемся. Скажите, а шраму удалось остановить тех людей? Скорее всего, нет. Лебедев с большей частью чистого неба отправился вслед за ним, чтобы помочь в случае чего. Вскоре после этого произошел такой силы выброс, что вряд ли шрам его пережил. Даже если он остался жив, то наверняка утратил личность и интеллект. А вот Лебедев с ребятами точно погибли. Так как с тех пор от них ни слуху, ни духу. Да, все это печально. А вы пытались что-нибудь разузнать о отряде Лебедева? Конечно, пытались. Но когда стало ясно, что отряд не вернется обратно на болото, бандитская группировка ренегаты, которую нам перед этим удалось хорошо прижать, снова установила почти полный контроль над болотами. А у чистого неба не хватает людей даже для удержания южного прохода в своих руках, который для нас очень необходим. В последнее время к нам прибилось несколько новичков, но этого все равно недостаточно. Сейчас мы практически отрезаны от остальной зоны. Вот если бы вы, Кайдан, помогли нам восстановить контроль над ключевыми точками болот, то вы бы нам очень помогли. Ведь из нас бойцы не очень, мы больше по научной части. А вы, я думаю, человек опытный, стрелять умеете. Как вы смотрите на это? Мне тоже с боем пришлось к вам прорваться через этих ренегатовцев. Часть их я уже положил, пожалуй, я помогу вам в борьбе с ними. Если у вас получится, то я буду вам очень благодарен. Я постараюсь сделать все, что будет в моих силах. Зачистить южный проход. Так я его уже зачистил. А, мне куча дали заданий. Вышку, церковь, блокпост, южный хутор. Блин, да я почти все. Я все эти три точки зачистил так-то. Ну ладно. Начинается война группировок, да? Как в чистом небе. Так, а кто у вас торгуется нынче? Тот же чел, да? Привет. Суслов. Торговля. Ну, ассортимент говна. В принципе, что еще ожидать, правильно? А она в кабинете Лебедева, кто сидит? Никто. Жаль. Ну что ж, ладно. На этом будем завершать, дамы и господа. Возможно, серия получилась немного короткой. Извиняюсь. Просто сегодня много дел надо сделать. Казалось бы, дыре, да? Отдыхать. Но отдыхать я буду только вечером. Фух. Пока на этом все. Всем спасибо. Проясняется, да? Сюжетик-то. Вот. Думаю, в следующей серии поможем чистому небу. Добудем тайник для свеча. Ну, а там уже посмотрим, что и как будет. Кстати, давайте я, наверное, прямо сейчас даже посмотрю, сколько примерно я прошел от этого мода. Мне вот интересно. Итак, приблизительно я прошел половину, на самом-то деле. Да, примерно половину. Наверное, где-то процент 51-52, даже где-то так. Ну, я ориентируюсь на старое прохождение одно. И там вот из 30 серий, 16-ая, это вот как раз-таки про чистое небо. Так что, считайте, чуть больше половины пройдено. Осталось еще примерно столько же. Ну, посмотрим. Может, оно, конечно, там как-то помедленнее пойдет или, наоборот, побыстрее. Черт его знает. Все. Всем спасибо за просмотр, ребят. Также заранее спасибо за поздравления под этим видео. Я уверен, они будут. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие видео по варианту Омеги. Вступайте в группу, заходите в телегу, все есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. Если вы не смотрели прошлые серии, обязательно гляньте их. А также ссылка на бусте, где выходят эксклюзивные видео по сталкеру и не только. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok